Добрый вечер, дорогие гости. Мы присоединяемся к всероссийской акции «Ночь музею». Тема «Такая моды на традиции». Сейчас хочу предоставить слово нашему главе муниципального района «Отверский район» Гонзатову Руслану Супяновичу. Дорогие друзья, первое в истории «Отверского района» проходит у нас на территории района международная акция «Ночь музею». Это, наверное, потому что уже на современном этапе истории первой у нас есть музей, который может на таком уровне провести за мероприятие. И сама акция вообще началась не так давно, относительно 1997 года. Российские музеи и общие в 2000-х казах присоединились. И мы поставили цель, конечно, так как мы считаем свой музей образцовым, и в этой акции мы должны быть, на мой взгляд, в числе первых. Это такая первая ласточка. В данном части участия в акции, конечно, с каждым годом, наверное, будем улучшать свою программу, и все больше посетителей будет. В нашем музее уже несколько тысяч человек музей посетило, можно сказать, за этот год. Очень большое количество мероприятий проведено. Участие в этой акции ставит целью популяризировать наш музей, чтобы о нем узнал как можно большее количество людей. И, главное, чтобы притянуть сюда молодежь. Потому что эта аудитория, молодая аудитория, у нас особое внимание будет к ним, чтобы они знали и свое прошлое, и настоящее, какие возможности есть сегодня. Вы увидите музей, не тот музей, который мы привыкли назвать музеем, тут и традиционная часть музея, и современная совмещена. Поэтому, я думаю, вам не будет скучно, и желаю вам самого приятного времяпровождения. Спасибо. По программе у нас первый выступает детский сад Аист, в селении Асалки. ПКОМОЛЬНЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЙСКИЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОПИСЫВАЙСКИЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дагестан Дагестан – это страна-город. На скумном горле это аулы. Каждый аул Дагестана чем-нибудь ослабится. Сегодня я хочу провести мастер-класс по ознакомлению с одним из древних промыслов декоративно-прикладного искусства Дагестана – Балхарская керамика. Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Хаджат Розимовна. Сегодня я хочу провести мастер-класс по Балхарской керамике. Вы знаете, чем славится село Балхар? Удивительно тем, что они создают из глины не только украшения, но и посуду. И оно славится, и много туристов приезжают глины. Дагестан своего вот такого мастерства. Балхарские девушки лепят кувшин, украсит узором затеевыми. И желтая глина, и белая глина мелькает в проворных руках золотых. А как вы думаете, какие изделия готовят Балхар? Да, кувшины. Да, готовят кувшины, игрушки, зеленую посуду. О Балхарцах много пишут, и статей, и умных книг. Чем живут они, чем дышат, каковы мечты у них. Вот мечты мои, вершина. Пусть решится спор любой. Тихо, мирно из кувшина, с доброй горсткой грузой. Кувшины бывают разные. Вот кувшин, кувшин, горшик, нитар для пищи, кувшин, куша для воды и огромный сосуд для хранения зерна. А краска для росписи балхарских изделий называется ангол. Его делаем, разводя глину с водой до густоты жидкой сметаны. Сегодня я вам предоставлю свою мастерскую и научу вас создавать, какой захотите кувшин из глины. Проходите, надевайте парку. Так, что делать? Давайте для начала мы рассмотрим кувшин. Вот у нас кувшин. У кувшины есть ножка. Это самая нижняя часть нашего кувшина. Если положить его на бок, то мы увидим, что ножка кувшина имеет круглую форму. Давайте рассмотрим выше. Выше кувшина это тулово. Выше кувшина тулово. Она самая большая часть нашего кувшина. Имеет округлую форму. А как вы думаете, как называется эта часть нашего кувшина? Горлышко. Горлышко, да. Горлышко кувшина называется шейка. Она узенькая и длинная. И самая верхняя часть нашего кувшина это венчик. Она имеет круглую форму, как края глубокой тарелки. Перед вами у каждой из вас лежит длина. Возьмите его в руки, почувствуйте, какая она мягкая. Какая она мягкая, податливая и приятная. Нам нужно размять его. Но для начала нам нужно посыпать немного золы на наши кончальные курики, чтобы наше изделие не прилипло, чтобы было легче снять и чтобы дно изделия не испортилось. Спасибо. Спасибо. теперь возьмите маленький кусочек греми насколько маленький кусочек достаточно скатайте его в колобок вот такими движениями получается теперь надавили ладошками и сделали диск поставьте на кончатный пункт возьмите еще маленький кусочек глины нам нужно раскатать его в жгут скатайте у тебя получается примерно такой толщины теперь ставим его сверху нашего диска это самая большая часть сколько больше хватит или еще меньше не хватит глину нужно развязать чтобы она была мягкая и не ломалась вот такая хватит если не хватает там можно добавить в 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 Он требует больших усилий, сложных манипуляций, нежели чем пластилин. Можно сказать, обладаемый так и слой, да? У всех получается. Учился, что пластилин нужно вот здесь и немного. И уверена, что вашим родственникам и близким людям очень понравится ваш подарок. Спасибо большое. Вы большие молодцы. И вам спасибо. Очень интересный мастер-класс был. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok